Ещё не могу пахать. Еле говорит и с трудом усаживается на кровати. Полгода назад Зою Васильевну разбил паралич. Отказали правая рука и нога. Всё это время лежала в больнице, но недуг не отступил. Женщину выписали, но она так же, как и раньше, не может самостоятельно ни поесть, ни сходить в туалет. Ей бы помочь, а некому, рассказывает подруга. Сегодня она случайно проходила мимо и решила заглянуть в дом. Если бы я случайно сюда не зашла, естественно, бы вот она тут лежала и умирала. Муж у неё умер недавно. И она осталась совершенно одна. Есть взрослый сын, но у него своя семья и отношения в семье не сложились. Сын ухаживает, приезжает каждый день, рассказывает Зоя Васильевна. Даже предлагал переехать к нему. Но больная мать не хочет стеснять сына. Говорит, у него у самого большая семья. И в двухкомнатной квартире всех не разместить. А потому пенсионерка решила вернуться домой. Вот только женщина даже не подозревала, что теперь это жильё непригодно для проживания. Из мебели здесь остались только кровать, стол и пара шкафов. Из бытовой техники ничего. Новый телевизор, холодильник, стиральную машину и газовую плиту. Всё растащили местные бомжи, которые, по словам соседей, были частыми посетителями опустевшего дома. Хозяйка вернулась из больницы в дом, от которого, по сути, остались одни стены. Между досок просвечивают щели. Вместо окон натянута рамка с плёнкой, которая держится на честном слове. И такой дом ни от дождя, ни от сильного ветра уже не спасёт. К слову сказать, этот дом уже давно был признан аварийным. Почти 20 лет семья Соловьёвых стояла в очереди на переселение. Но нового жилья так и не дали. Да и не особо нужно было, говорит Зоя Васильевна. Очень уж нравился уютный огород под окном. Но теперь он уже ни к чему. Сейчас больше всего женщины мечтают о другом доме. Но для того, чтобы просьбу женщины исполнить, социальным работникам придётся получить согласие сына. Ведь сейчас именно он обязан заботиться о престарелой матери. Сейчас, чтобы бабушку определить в дом-интернат. Если она дееспособна, то, конечно, в дом-интернат общего профиля мы будем её определять. Но здесь, опять же, необходимы все документы для того, чтобы её определить. Это необходимо все медицинские справки собрать. А пока бабушку не определят в дом ветеранов, ежедневно ухаживать за ней будут социальные работники. По крайней мере, так нам пообещали в Управлении социальной защиты населения. На это надеется и подруга Зои Васильевны. Обидно, говорит, когда человек с почётным званием «заслуженный работник» вынужден доживать в таких условиях. Считаю, что волокжане должны более достойно заканчивать свою жизнь. Алена Шипилова, Алексей Романов, Новости Вологды.